В 35-й школе работают два психолога. Ежедневно на прием к специалистам приходят по 5-6 старшеклассников. Проблемы самые разные от конфликта с учителями, родителями до выбора специальности и подготовки к экзаменам. Варвара Безъязыкова на пороге выпуска из школы. К психологу ходит стабильно раз в неделю. Сейчас очень сложный мир. Сейчас 11-й класс поступления, подготовка к экзаменам. Психологи помогают. По их словам, ребенок очень часто чувствует себя одиноким и непонятым. Это и есть психологическая особенность возраста. Так и должно быть, уверяют специалисты. Основная задача подросткового возраста – это научиться быть счастливым. Научиться быть счастливым, то есть научиться выстраивать отношения. И подросток отрывается от семьи, отворачивается от родителей, хотя в то же время это такой двоякий процесс. Родители очень нужны. Но подросток делает все, чтобы от них отдалиться, потому что это нужно для автономии, для его понимания самого себя. То есть это правильно? Это правильно. Поэтому сегодня и существует психологическая помощь детям. ЕГЭ – это большой стресс для подростка. А еще, когда кажется, что все вокруг против тебя, многие просто не справляются с ситуацией. Специалисты отдают дань нашему времени в том, что нынешняя молодежь не такая зажатая. Они знают, что всегда можно обратиться к психологу и решить назревшую проблему. Достаточно позвонить по телефону доверия 8 800 2122 или связаться со специалистом через интернет. Получить консультацию психолога подросток может и через социальные сети, например, ВКонтакте. Анонимно, круглосуточно, бесплатно. Ребенок в любое время может связаться с дежурным психологом из городского центра диагностики и консультирования и получить необходимую помощь в режиме онлайн. Здесь вам также ответят на любой вопрос и постараются помочь как можно быстрее. Так что, уважаемые подростки, знайте, что и в нашем городе существуют такие центры поддержки, где вас всегда выслушают и вы можете быть уверены, ваша проблема останется анонимной. Дарья Белаусова, Андрей Дармаев. Новости дня. Продолжение следует...